Добрый день! Сегодня на ремонте телевизор вот с такой вот неисправностью. Это неисправность кадровой развертки. Телевизор GVC, модель AV21TE. И так, но при переключении на настроенный канал, развертка кадровая совсем пропадает и остается узкая полоса. Продолжение следует... Вкратце опишу, из чего же состоят основные компоненты данного телевизора. Это микросхема блока питания STR-S6707. Видеопроцессор M52343SP. И вот, закрытый металлическим экраном. Это процессор управления M372-12M4. Ну и самое главное, что на данный момент интересует меня, это микросхема кадровой развертки. LA7837. И так, телевизор имеет следующее положение. Продолжение следует... Было очень много микротрещин в пайке. Сейчас необходимо сделать замеры напряжений на данной микросхеме. Итак, скачал я схему на данный телевизор. Это интересующий меня участок схемы, а именно кадровая развертка. Первым делом необходимо проверить напряжение. Первый вывод это WCC1. Он составляет по схеме 8,8 Вольт. Также, восьмой вывод это напряжение питания WCC2. Он составляет 27,2 Вольта. Тринадцатый вывод. Также, практически 27,6 Вольт. Это напряжение питания выходного каскада кадровой развертки. Также, замерить осциллографом правильность сигнала. Основные выводы здесь уже указаны. Форма сигнала. То есть, необходимо будет посмотреть, что приходит. Второй вывод это вход импульса кадровой развертки. Приходит непосредственно с видеопроцессора. Девятый вывод это выход импульса обратного хода. Он уходит в видеопроцессор. Собственно, особо тут больше рассказывать нечего. Только замеры. Да, и хотелось сказать немного. Осциллограф у меня, к сожалению, не очень хороший. У него не работает нормальная синхронизация. Весь расстроенный. Достался там за не очень большие деньги. Конечно, ремонтировать я уж не знаю, как для ремонта и настройки необходим. Второй осциллограф, которого у меня нету. Да и, в принципе, для моих задач пока его хватает. Единственное, что не совсем удобно им пользоваться. Первый вывод. Напряжение в норме. Восьмой вывод. Напряжение также в норме. Итак, наблюдаются небольшие пульсации по линии ВЦЦ-1. Восьмой вывод в ВЦЦ-2. Тоже есть какие-то пульсации по питанию. Инициатор С-401. 100 микрофарад на 16 вольт. ЕСР завышен. Да, и емкость ниже заявленной. Конденсатор С-407. 100 микрофарад на 35 вольт. Как видим, данный конденсатор тоже неисправен. Ну, а это показатели исправного конденсатора. С-407. С-407. инициатор c406 100 мФ на 35 вольт данный конденсатор также неисправен итак смотрим импульсы это второй вывод вход кадрового импульса не совсем похоже на правильный сигнал это двенадцатый вывод микросхемы а это импульс обратного хода тоже не соответствует то что указано по схеме там должен быть пилообразный сигнал в общем приняло решение о замене микросхемы кадровой развертки и и нанес я термопасту на микросхему для лучшего теплоотвода и 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 смотрим что у нас вышло и 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 именно выход их из строя. Также при дальнейшей проверке были обнаружены неисправные конденсаторы C946, 16 вольт на 1000 микрофарад и также конденсатор C543, 1000 микрофарад на 35 вольт. Чистить я буду все изопропиловым спиртом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА